здравствуйте мои дорогие приветствую вас на своем канале о том осём с ксюшей этот канал из норвегии и сегодня я хотела бы затронуть тему лечения зубов в норвегии и в этом видео я расскажу какие группы населения имеют право на бесплатную стоматологическую помощь или частичную у моей мамы лопнул протез и возник вопрос имеет ли она право на бесплатную помощь чтобы запаять этот сломанный протез и так коротко в норвегии есть частные и государственные зубные клиники для обычного норвежца который платит за услуги зубного врача нет никакого резона идти государственную клинику так как для него цена будет почти такая же только очередь побольше в норвегии существует свободный выбор стоматолога для взрослых старше 20 лет государственной стоматологической службе стоматологии лечат в основном детей молодежь и как норвежцы говорят слабые группы такие например как умственно отсталые старики которые живут в домах престарелых или которые нуждаются в уходе ли вы не принадлежите ни к одной из этих групп то вы должны пойти к частному стоматологу и оплатить лечение в норвегии зубы являются собственной ответственностью каждого чтобы следить за их состоянием и ремонтировать и так детям от 0 до 18 лечению стоматолога бесплатное исключение составляют брекеты здесь детей делят на три группы в зависимости от того насколько велика потребность брекетах с 18 до 20 лет более дешевое лечение если обращаетесь в государственную клинику то оплачиваете 25 процентов расходов а остальное оплачивает государство но это только если вы лечитесь у государственного стоматолога взрослые оплачивают лечение у стоматолога сами но есть определенные заболевания травмы состояния которые дают право на полное или частичное покрытие суммы а это травмы зубов от несчастных случаев заболевания десен парадонтит врожденное нарушение развития зубов опухоли полости рта сухость во рту и еще ряд редких заболеваний пожилые и пациенты которые живут домах престарелых или получают уход на дому более трех месяцев лечатся бесплатно умственно отсталым также бесплатно заключенным норвежских тюрмах оказывают неотложность томатологическую помощь бесплатно любую другую надо платить некоторым другим группам населения в норвегии также могут частично или полностью покрыть расходы на стоматолога в определенных случаях теперь перейдем к нашему случаю моя мама не входит ни в одну из выше названных категорий поэтому у нас есть следующий вариант это поддержка от нав а это значит что если вы не можете позволить себе оплатить за стоматолога то вы можете обратиться в нам за финансовой социальной помощью на лечение зубов но для этого надо предоставить документацию о доходах расходах имуществе а также смету расходов на лечение и выписку стоматолога право на покрытие расходов на лечение зубов зависит от конкретной индивидуальной оценки а это значит что у вас нет денег на счету в банке и вы живете на социалку нам также может потребовать продать например лодку машину то есть имущество если у вас есть таковое поскольку моей мамы нет имущества и в банке денег минимум то есть она живет на социальную помощь и получает 6 850 на проживание а это минимум чтобы прожить норвегии нам нам дал письмо которое гарантирует что государство оплатит лечение и мы пошли в государственную клинику где нам отказали и послали в частную и к счастью в этом письме было написано что мы можем обратиться как государственную так и в частную клинику мы позвонили в частную стоматологическую клинику нас приняли очень доброжелательно забрали протез и через два дня отдали ремонт протеза нам обошелся бесплатно единственное что нам надо было это отдать это письмо которое нам дали в наве конечно с того момента как мы позвонили в нав и получили письмо прошло около двух недель но слава богу у нас зуб не болел а если бы болел то нам надо было два письма из нава потому что одно покрывает только то что стоматолог посмотрит и пошлет письмо в нав с ценой и когда она одобрит тогда вам зубки и полечат вот поэтому если у вас острая неотложная боль то надо два письма чтобы сразу и полечили в общем тонкости еще те если вам понравилось видео ставьте лайк под видео и подписывайтесь на мой канал о том о сем с ксюшей может быть он вам будет чем-то полезен а может просто интересен